Ну, что за дела? Ну, а сейчас, друзья, самая странная новость этой недели. Хотя, фактически, это случилось несколько недель назад, но стало публичным только вот сейчас. Я, конечно, уже такой бывалый, хотел сказать, пропагандист. Ну, в общем, типа много разных странностей про Америку знаю, видел и думал, что меня ничем не удивишь. Но это просто вот вне конкуренции. Значит, смотрите, есть такой человек Кристофер Руфо. Он директор Института по благосостоянию и бедности. В общем, это не коммерческая организация, также он журналист и редактор в газете в Сиэтле. И он у себя в Твиттере рассказал об очень интересных вещах. В общем, несколько недель назад стало известно, что мэрия города Сиэтл, того самого, где была автономная зона, и я оттуда снимал видео, если не видели, то обязательно посмотрите. В общем, мэрия города Сиэтл, она провела тренинг внутри своих сотрудников, пригласила туда только белых сотрудников, у которых белый цвет кожи. И этот тренинг, он был о том, как прекратить испытывать расовое превосходство и утихомирить свою белизну. Это прям буквально цитата. Вот так вот это звучит. И этот журналист, что он сделал, интересно, он, ну, здесь в Америке государство под отчет на народу, и он сделал запрос туда, чтобы они опубликовали подробности. То есть, что это такое было, потому что, по сути, эти тренинги проводятся на деньги налогоплательщиков. И ему, естественно, по закону мэрия предоставила все подробности. Так вот, это, конечно, жесть, потому что тут обсуждается, то есть, на этом тренинге белым людям рассказывали о том, что такое расовое превосходство. То есть, если, например, у человека есть такие качества, как перфекционизм, индивидуализм, тишина, то есть, он молчит, много не разговаривает, тяга к контролю, объективизации и тяга к комфорту, то это значит, что он практикует расовое превосходство. И, короче, это вообще полная дичь, по-моему, это абсолютный расизм, только уже обратный. И я не понимаю, как в Сиэтле вообще, почему в Сиэтле, кто вообще до этого додумался. Потому что я общался лично с заместителем губернатора штата Вашингтон, это не города Сиэтла, а всего штата, можете тоже посмотреть на видео, там абсолютно осознанные, адекватные люди, то есть, так странно, кто вообще это мог проводить. И вот давайте я вам просто зачитаю еще несколько таких вот предложений. То есть, тут говорится, что, например, если белый сотрудник мэрии города, он очень много разговаривает, то, скорее всего, это проявление расового превосходства или патернализма. Если же белый человек, белый сотрудник говорит слишком мало, то это, скорее всего, тоже признак расового превосходства, потому что молчание равно насилие. То есть, это уже какой-то орувелл. Мир равно война. То есть, ну, я реально в шоке, друзья. Напишите, что вы думаете в комментариях. Затем, то есть, он опубликовал много материалов, которые ему прислали. Здесь говорится, что нужно себя вести таким образом, чтобы преодолеть свою белизну. Это прям, ну, цитата. После того, как на этом тренинге они вот проговорили все вот эти вещи, началось время упражнений. Какие же там были упражнения? Согласно этим документам, эти тренера, которые проводили тренинг, они попросили вот белых сотрудников с белым цветом кожи отпустить и отказаться от комфорта, гарантированной физической безопасности, контроля над своей, собственно, землей, социальным статусом и также от отношений с некоторыми другими белыми людьми. То есть, типа, если ты общаешься только с белыми, то это расовое превосходство. То, что ты не общаешься там с людьми другого цвета кожи, это расовое превосходство, друзья. Затем они показали такой вот целый тут чарт, такую вот круговую схему, в которой они, по сути, объяснили, что все, что делают белые люди, это изначально плохо и равно расизмам, расовое превосходство. То есть, все абсолютные действия, они, по сути, признаны вызвать чувство вины и какого-то, не знаю, неполноценности у белых людей в ходе этого тренинга. И самое удивительное, это то, что они раздавали там также листовки, где объясняли, что, в принципе, все люди, которые считают себя не американцами, а, например, арабами, евреями, армянами, финнами, немцами, итальянцами, ирландцами, они тоже белые супрематисты, то есть те, кто за белое превосходство топят. Хотя формально, ну, если уж говорить чисто исторически, то есть можно, окей, я просто понимаю обиду и некую несправедливость, которая здесь есть в отношении афроамериканцев. Я про это снимал целый большой ролик про расизм, вообще откуда растут корни, что это реально такая проблема существует. Но если уж и проводить какие-то линии, равно между чем-то, то хоть какое-то отношение могут иметь реально к расизму и рабству в Америке те, кто произошел от белых англосаксов, которые владели землей, владели рабами. Но если человек, там, итальянец или армянин, или русский, который приехал в Америку, да, у нас белый цвет кожи, но мы приехали в Америку, вот, типа, я вот сейчас приехал в Америку 4 года назад, или те, кто приехали 20, 30, 40, или там, чьи предки 100 лет назад приехали в Америку, когда уже никакого рабства не было. Зачем прививать им чувство вины к событиям и к вещам, к которым ни они, ни их предки вообще никакого отношения не имеют. Но, тем не менее, здесь есть документ, который говорится, что нет, и итальянцы, и армяне, и финны, и немцы имеют, и евреи имеют непосредственное отношение к белому превосходству в Америке. В общем, все это очень дико звучит. Я не знаю, чем это кончится. Мне лично эта тема вообще не нравится. То есть, я понимаю, что это уже какой-то бред, это вот уже переходит реально границы. Друзья, прежде чем вы начнете писать, что все, беги из Америки, ты скоро будешь всем черным тут лизать ноги, поклоняться, платить им деньги, прежде чем вы это напишите, вы это, конечно, напишите вперед. Я хочу сказать, что в Америке далеко не все эту тему поддерживают. Даже вот тот же самый Кристофер Руфа, он сказал, что это идет, по сути, как полиция мыслей, то есть thought policy, что это неправильно. И, значит, цитата. Если вы видите что-то такое в вашем комьюнити, то вы должны об этом тут же рассказать публично, раскритиковать это публично, указать на это и это отвергнуть, потому что это неправильно, это абсолютный расизм, вот, в прямом его, собственно, проявлении. Так не должно быть в здоровом обществе. Я оставлю ссылку в описании, посмотрите на эти вот комментарии под этим его постом, там будет очень много разгневанных американцев, очень много лайков и сердечек под каждым их постом. Поэтому, друзья, поймите, я уже много раз говорил, Америка вот эта вот либеральная, которая борется за права, там, за отмену, за то, чтобы богатые больше платили налогов, за то, чтобы бедные им платили пособия, бедные ничего не делали. Это не вся Америка. Есть как минимум 50% населения, которые не поддерживают это все. И очень хорошо можно как раз эту вот грань американского общества увидеть по тем СМИ, которые освещают те или иные события. Вот эту тему про тренинг для белых в Сиэтле не осветили ни New York Times, ни Wall Street Journal, которые я читаю, и обычно, то есть Wall Street Journal достаточно объективная такая газета. В отличие от New York Times, который очень сильно либерализован и топит вот за как раз все вот эти вот левые движения. Единственное СМИ, которое прям про это рассказал, какое-то вот основное СМИ в Америке, это Fox News, которые краски топят за Трампа и топят против этих протестов. Единственное медиа в Америке, которые обращаются к консервативному вот этому большинству американскому, которое не смотрит там CNN, не читает New York Times и так далее. Но в мире, я знаю, многие в России, они думают, что большинство в Америке это вот именно вот те, которые показывают CNN и которые вот там захватывают участки в городах и там требуют отменить полицию и так далее. Друзья, это не так. Просто такое мнение может создаться, когда вы из-за границы смотрите какие-то американские СМИ. Потому что Fox News это единственное, но самое популярное СМИ в Америке. Все же остальные СМИ, они больше всех кричат, их больше всего цитируют, в том числе российские телеканалы. Но они представляют лишь вот эту вот либеральную часть Америки. Поэтому всегда делайте разграничения. В общем, такие вот новости, друзья, из Сиэтла. Я не ожидал, реально. У меня было впечатление, что в Сиэтле достаточно осознанные люди. Не думаю, что там будет вот начнется такой обратный расизм внутри мэрии. Напишите, друзья, что вы думаете. Ну и, друзья, казалось...